МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поделятся с вами самыми интересными новостями. Коротко о самом главном. Выборы состоялись. В Рязанской области прошла процедура предварительного внутрипартийного голосования Единой России. В Рязанском медуниверситете прошла акция, посвященная Всемирному дню без табака. Лучшая журналистская работа. Наши рязанские коллеги стали лауреатами всероссийского конкурса. Теперь обо всем подробнее. 31 мая в Рязанской области прошло предварительное внутрипартийное голосование Единой России по выдвижению кандидатов для последующего участия в выборах в Рязанскую областную думу 6-го созыва. С 9 утра до 6 вечера в Рязани и районах области были открыты участки счетных избирательных комиссий. Всего в городе было организовано 115 участков для голосования, в районах области 153. По каждому округу выдвинуто несколько кандидатов. Каждый участник получил два бюллетеня. Один с перечнем кандидатов предварительного голосования общерегиональной части списка, второй – кандидатов внутри региональной группы по каждому избирательному округу. Избиратели могли проголосовать, проставив в бюллетенях любой знак за неограниченное число кандидатов. Праймерис. Подробнее в сюжете. Вчера в Рязанской области завершилось предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия». Готовились к нему два месяца. Нельзя не отметить, явка была высокой. По предварительным данным, более 94 тысяч человек пришли на участки счетной комиссии, чтобы поддержать того кандидата, которого считают наиболее достойным. Я думаю, что «Единая Россия» представляет уже не первый год для избирателей уникальную возможность познакомиться с кандидатами, депутатами задолго до того, как будет реальное голосование. Причем не просто познакомиться, а выразить свое отношение к тому или иному кандидату. И это отношение становится для «Единой России» определяющим. То есть на предварительном голосовании каждый избиратель может отдать свой голос тому или другому кандидату, тем самым высказать свою рекомендацию, кого бы он хотел видеть в будущем во власти. В данном случае речь идет об областной думе, об областном законодательном собрании. Мне кажется, эта возможность действительно уникальна, потому что я не знаю ни одной другой партии, которая бы осмелилась вот так откровенно говорить о своих кандидатах. Волосование проходило в открытой форме. Каждый желающий в любое время мог узнать любую интересующую информацию. Я считаю, что «Единая Россия» очень хорошая избрала путь, проводя предварительные выборы. Я, как представитель сферы культуры, хочу сказать, что мы встречались неоднократно в предварительном забрании с кандидатами, выслушивали их программы, то, что хотят кандидаты сделать для улучшения в нашем регионе. После закрытия всех участков счетной комиссии в информационном центре предварительного внутрипартийного голосования состоялся брифинг для представителей региональных средств массовой информации. Председатель областной думы Аркадий Фомин, председатель оргкомитета по проведению предварительного внутрипартийного голосования Инна Калашникова и заместитель председателя региональной счетной комиссии Вячеслав Медведев подробно ответили на все вопросы журналистов по поводу этого праймериса. Отметили, что всего по Рязани проголосовало 30 тысяч человек, по области же 62 тысячи. Особо отметили районы Рязанской области, в которых явка была самой высокой. Петелинский, Шиловский, Касимовский и Александр Мевский. 1 июня в Рязанском медуниверситете прошел день отказа от курения. Это ежегодная акция, посвященная Всемирному дню без табака. На различных площадках РСГМУ был организован целый ряд мероприятий, призванных мотивировать к отказу от пагубной привычки. В Рязанском государственном медицинском университете регулярно проходят различные акции, направленные на оздоровление не только коллектива в целом, но и коллективного духа. Ведь подобные занятия, несомненно, объединяют. Этот год проходит под эгидой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А курение, как известно, является первопричиной большинства болезней. Здесь не только дело в том, чтобы отказаться. Дело в том, чтобы действительно просто принять для себя, понять то, что это зло, то, что это не нужно, то, что это вредно. И вредно всем. И себе, и другим. Поэтому мы не будем уставать проводить такие мероприятия. И это еще один повод сказать о том, что РЯСГМУ стремится и ведет здоровый образ жизни. Я думаю, что это действительно будет хорошо. Это действительно так. Я надеюсь, что каждый из ребят сегодня станет чуточку здоровее. На территории Медгородка работало несколько площадок. Курящие студенты смогли обменять свои драгоценные сигареты на фрукты и морс. Также постоянно велась фотосъемка с мотивирующими табличками. Ну а главным мотиватором, несомненно, стал вот такой плакат. Ребята написали пожелания своим курящим товарищам и приклеили на него стикеры с надписями. Кроме того, студенты, сотрудники и преподаватели вуза приняли участие в массовой зарядке, которую для них провел фитнес-тренер клуба «Барс Премиум». А иностранные студенты провели для своих друзей мастер-класс по танцам. Каждый год поддерживаю Мединститут, зарядка, провожу здесь интересные мероприятия. Люди, которые приходят к нам в клуб и вообще занимаются спортом, видят, каких результатов добиваются люди. Соответственно, видят, что они не курят, не употребляют алкоголь, никаких вредных привычек не делают. И они тянутся к этому. Они видят, что люди красиво выглядят, хотят такими же стать, но так же выглядят. Параллельно в бассейне «Аквамед» стартовал заплыв, посвященный Дню без табака. В общем, спортсмены медуниверситета постарались на славу, чтобы показать своим курящим друзьям, что дымить на пропалую теперь совсем не модно. Помимо этого, с 1 июня Рязгамыл проводит масштабную акцию «Время быть здоровым». С 8 утра до 8 вечера жители Рязани области смогут получить бесплатную консультацию врачей в поликлиниках вуза. В последнюю весеннюю пятницу в Центральном парке культуры и отдыха впервые прошел праздник, посвященный Дню соседей. Это новый современный праздник, популяризирующий добрые и вечные ценности, добрососедство, отзывчивости и внимательного отношения соседей друг к другу. Как рязанцы отпраздновали День соседей, узнаем в следующем сюжете. Минувшую пятницу рязанцы впервые отметили День соседей. Этот праздник прошел на летней веранде Центрального парка культуры и отдыха. Участвовали в нем представители разных ТОСов. Они с удовольствием общались, делились опытом и угощали друг друга домашней выпечкой. Попробовать ее и поставить свою оценку мог любой желающий. Для чего это делается? Для того, чтобы людей, как говорится, вместе приобщить, чтобы не были замкнуты, раскрытая душа. Я, допустим, делаю себя тоже в Галенщине. Новый год мероприятие, 9 мая, День учеников, День пожилого человека. Мы объединяемся. То есть на Новый год выходим все вместе, Новый год встречаем дома, а вечером мы уже все вместе. Для чего это делаем? Для того, чтобы люди пообщались. Участники обменивались любимыми растениями. Некоторые танцевали под живую музыку и пели караоке. Обстановка была теплая и душевная, как будто собрались давние друзья. Так что, можно сказать, главная цель проведения этого праздника достигнута. В дальнейшем День соседей планируется отмечать ежегодным. С 1 июня вступили в силу некоторые изменения в законодательстве. Касаются они порядка и сроков замены водительских удостоверений гражданами, прибывшими в Россию на заработки. Кроме того, изменения коснутся производства и оборота алкогольной продукции. Затронут они в первую очередь производителей и продавцов, которым, как известно, необходимо получать специальные лицензии. Подробнее в следующем материале. Новые законы с 1 июня 2015 года в России коснутся прежде всего правил продажи алкогольной продукции. А также требований к водителям-иностранцам. Для них с 1 июня пошел новый отчет. Теперь они смогут управлять маршрутками и автобусами с нероссийскими правами еще два года. Маршрутчиков изменения коснутся в первую очередь. Кроме того, сегодня в России вступают в силу поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта. С этого дня все непродовольственные товары, в составе которых есть хотя бы полпроцента алкоголя, должны иметь особую лицензию. Как отмечают в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, новый закон создан в первую очередь для контроля за оборотом пищевого спирта. Поэтому он не затронет духи и другую парфюмерию. В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского смотра конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы. Наряду с сильнейшими журналистами нашей страны свою награду получила и наша коллега, автор и ведущая нескольких проектов Олеси Харлина. Уже девятый год подряд Всероссийский смотр-конкурс на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы на страже порядка собирает самых сильных журналистов со всей страны. На сцену конференц-зала Минюста выходили те, кто пишет о людях за колючей проволокой, о сотрудниках в погонах, о системе в целом. Репортеров региональных СМИ случай редко балует сенсацией. Приходится искать интересные темы, каждый день проживать жизнь разных людей, примерять на себя их заботы. Я когда общаюсь с человеком, я вижу человека. Для меня вот он исключительно человек. Неважно, совершил он преступление или нет, он для меня человек. И поэтому мне не страшно. В этом году на конкурс было прислано более 300 различных журналистских работ. Видеосюжеты, печатные публикации, радиопрограммы, интернет-материалы. Но только около 50 из них попали в заветные номинации. Например, Валерия Брубель, сотрудница ГТРК Адыгеи, взяла тему адаптации бывших заключенных. Когда люди говорят, что места не столь отдаленные, на самом деле мало кто задумывается, насколько это близко. Лариса Коркина, наша коллега из районной Можайской газеты «Новая жизнь» и сама могла бы стать героем любой программы. Жена офицера, дочь донецкого шахтера, фармацевт и просто очень обаятельная женщина. Работать журналистом я пошла на пенсии. А до этого я 16 лет работала комендантом военного городка Горетова Можайского района. Поэтому у меня это в крови. Ежегодно хрустальные совы – символ уголовно-исполнительной системы – улетают в разные города, помогая журналистам почувствовать крылья за спиной. Ведь именно глазами спецкоров, авторов и ведущих, зрители-читатели видят главные события своей страны. Особенно приятно в числе дипломантов было встретить нашу рязанскую коллегу Александру Тиняеву. Она с честью представила номинацию «Наш институт». Победителем в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС» на региональном телевидении стала телекомпания «Город». Победителем в номинации стала автор и ведущая программы «Вызов принят» телекомпания «Город» Олеся Харлина. Она сняла сюжет о работе конвойной службы у ФСИН России по Рязанской области. Ровно два года назад на этой же сцене мы получали первую и единственную «Хрустальную сову» – личный приз директора ФСИН России. Подробнее об участниках конкурса, их темах, специфике работы, а также почетных гостях смотрите уже в этот четверг в программе «Вызов принят». Мы еще раз поздравляем Олесю заслуженной наградой и желаем ей дальнейших успехов в ее нелегком труде. Ну а это все новости на сегодня далее в эфире программа «Подробности». Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова